алло добрый вечер здравствуйте меня зовут ольга и я занимал германии и хотел сказать что я побывала со всех сторон по вашей теме очень больно я была влюблена находясь в браке мой муж уже теперь бывший влюбился находясь в браке началось как вы сейчас сказали был кризис у нас очень серьезный 1 поездок на мою родину я влюбилась молодого человека но у нас чисто такие плутонические отношения как школе знаете за ручки подержали да и когда я уже вернулась обратно домой к мужу ты конечно было тяжело перестроиться на и сама это решение приняла и прекрасно знаю что я тогда я прекрасно знал что с меня для меня важнее я понимала что это влюблено просто пройдет вот мой супруг теперь уже бывший опять же у нас были этот кризис еще продолжаться потом вроде бы мы его разрешили долгими упорными разговорами и даже решили завести ребенка и в тот момент когда я уже была беременна мой супруг осознал что меня не любит вообще нисколько ну и вот этот момент у меня другая женщина то разговор короче не помогли вообще да ну на самом деле как он мне сказал что помогли не тоже интересно как психологу вот вы сказали у вас был затяжной кризис а потом долгими разговорами вы разрешили это как в чем был кризис и как вы разрешили хотя ненадолго разговором расскажите ну основной кризис начался именно когда я узнала его игровой зависимости когда замуж выходили он не был у дома нет 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 возможно был я не знала ну то есть первый раз это я узнала о том что он огромный сумму денег проиграл от вот был 400 год нашего брака и тогда уже стоял вопрос о разводе либо он идет лечиться либо мы разводимся в общем да это все очень долго тянулось почти целый год этот кризис я могу сказать что был и что вот в результате разговоров он перестал играть да он меня свято клялся ну во первых я могла это контролировать потому что я имела доступ и ко всему счетам я видела разговоры были о чем о том что вы бросите если он не прекратит этот был да да я с ним сначала просто разговаривала потом он говорил что я больше не буду не надо тратить время на разговоры я это понимаю но не дай бог что мы еще такое радостное обломится да смотрите как и вообще-то я знаю что слушают люди у которых тоже вторая половина зависимые там нарко алкоголь до курения все что угодно разговор бывает только один и вот такого содержания дорогой после того как ты вылечишься мы вернемся к разговору но ты не тяни с этим я вряд ли долго буду одна а пока до свидания и никак по-другому что значит не надо не помогать не спасать не ложиться так сказать костьми не убегать к маме не хлопать дверью надо сказать эту фразу и дальше собрать свои вещи и уйти только в таком порядке когда человек сначала вылечивается не обещает лечиться не в процессе лечения а только после лечения мы продолжаем разговаривать если вы к этому времени еще будете свободны правда но что делают люди к сожалению а я с лудоманами их семьями очень многое имел дело там были прямо и смешные и грустные истории вообще достаточно долго провел время например в казино пытаясь вообще понять природу игрозависимых там было смешно потому что те кто играл в покер они тех кто играет автомате считали лохами это от мысли по спортсмены а те кто вот на рукава бандит они просто дебилы на самом деле больные и те и другие потому что не может игра в шахматы спортивные зависит от раздачи карт вы же цельская фигуры да вот вы играете в шахматы и вдруг белые получают ровно половину нормальных фигур остальное все пешки также не бывает поэтому конечно же это никакого отношения к спорту не имеет но игрозависимые так не думают они считают что они там чемпионаты мира проводят на самом деле это абсолютно игромания так вот всегда когда вы имеете дело зависимым и вас это не устраивает бывает что устраивает пожалуйста но если не устраивает сначала человек лечится потом мы дальше говорим и никак по-другому